А как правильно шить уголку? Вот идея такая, разрезаем его пополам, вот эту фигурку переворачиваем и так прикладываем, в итоге получаем фирмограмм, вот эта будет фирмограмм равна 3, потому что единица и еще диагональ 2. В общем, у нас получился фирмограмм с отношением сторон 1 к 3. Его можно, естественно, преобразовать в прямоугольник, а именно опустить перпеникуляр и этот уголочек перенести вот сюда. Вот у нас два разреза мы сделали и преобразовали его в прямоугольник. Ну, у прямоугольника одна сторона равна 3, вот эта сторона, она меньше, правда, единицы, корень из 3 пополам. Ну, теперь остается этот угольник преобразовать в квадрат, равный фирмограмм. Ну, у него уже будет сторона, конечно, не единица, надо ее вычислить, я вас не буду писать. Надо ее вычислить и преобразовать в квадрат. Ну, используя вот такую же конструкцию. Ну, вот я проделал, но у меня получилось опять 6 пусков. Ну, значит, в этой книжке тоже проведен разрез 6 пусков, но какой-то я бы не был. Ну, вот я думаю, что желающим попробовать. Вроде бы у меня и получилось, но я, правда, делал как раз перед рексой, я думаю, мог где-нибудь ошибиться. Ну, в общем, 6 пусков получилось. Вот любопытно, что я, когда готовился к этому выступлению, я порылся в интернете и вот нашел статью, написанную довольно известными людьми. Первый автор Евангелос Карнакис, он известный вообще человек, занимается в частности криптографией, у него там сотни статей опубликованы. Вот они втроем написали статью. Эффективное разбиение правильных ногоугольников. То есть они рассматривают такую задачу. Ну, например, как правильный ногоугольник преобразовать в квадрат. Ну, вот это явное обобщение вот этих двух задач. С треугольником и шестиугольником. Значит, они приводят таблицу известных результатов. Оказывается, правильный шестиугольник квадрат можно, тем не менее, пятью пускать. Можно преобразовать в квадрат. Так что этот способ, наверное, не самый лучший. Ну, вот они в этой статье, на самом деле, доказали. Они рассматривают тоже разные варианты разрезаний. Разрезание на вот такие вот фигуры. И разрезание, как они называют, стеклорезом. Вот, то есть, когда в общих границах все-таки променение отрезок. И они минимизируют, на самом деле, только число кусков. Ну, вот там они получили. Оказывается, что минимальное число кусков, разрезание и фигуры, по-моему, если сказать. У них получилось приблизительно n пополам. Ну, то есть, нижнюю оценку они получили n пополам минус там, какую-то константу, минус двойную. А верхняя оценка n пополам плюс, ну, в общем, плюс некое слагаемое, которое они обозначили, как у малой n. То есть, это слагаемое бесконечно мало по сравнению с n, когда n стремится бесконечности. То есть, ответ, в общем, примерно ранее попал. То есть, они эту задачу в каком-то смысле решили. Так что, любопытно, что эта статья 2002 года. То есть, в общем, совсем недавно, кажется, если бы сходить вполне серьезно, люди занимаются. Ну, меня вот несколько удивило. Спасибо.